всем доброе утро сегодня 24 апреля карантин продлили все-таки решил пройтись по набережной людей надо попадается прогуляться в бутылки собирают то просто так лагушки заклакали главное покуда роднички бьют ключом здесь провожаются каждый год кто-то подходит к этому родничку и бросает веночки некоторые люди появляются с утра на набережной на родничок поехал пробежки делает утреннее это люди марафонцы они бегают бывают и до тачанки вот и летний со стороны днепра старасик стоит смотрит на днепровский кисюля ты чё не на карантине кис 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 смотри мне в глаза кис кис вышли на пионерскую раньше был в деревьях такой тенечек сейчас немного повырубаю красотища какая кис 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 трогая всем доброго утра сегодня 27 апреля 2020 год вчера воскресенье поминально было помянули умерших родственников также годовщина трагедии на чернобыльской аэс еще у меня одна также очень неприятная новость лично для меня и для тех кто знал внезапно на работе умер серёжа дегтяренко кто помнит помяните причина смерти еще точно неизвестно как хоронить родственники братья в москве дочка единственная где то есть неизвестно диана маш если слышишь то надо как-то приехать тебе осталась квартира маленький бизнес это все наверно тебе останется так что может кто-то знает димаша то передайте ей в интернете и уже давно не наблюдаю она жизнь продолжается будем жить и дальше как-то появились первые весенние гробочки не смотрите что он виду не такой-то съедобный вкусный гриб один так а вырос берегу днепра карантин продолжается столько планов нарушила как она дальше будет особенно у бизнес главное чтобы не вернуться девяностые года эти страшные кто помнит магазины пустые зарплаты кому и давали только бартер какой-то работы не было преступность страшная волна зачем в чистотел бабушка мне говорила чтобы не болел в заводах нужно такую верхушку верхушку срывать пожевать или бросить чай ничего страшного не будет он ядовитый но и маленький дозах то можно его также чистотел принимают такие же порциях маленьких когда полипы в кишечнике родничок днепре идет ключом даже после инфаркта заживают раны на сердце и рубцы постепенно рассасывается вот такие они 90-е года еще союз когда не распался москвит произошел переворот и качи п у нас нет иного выбора кроме как принять решительные меры чтобы остановить сползание страны катастрофе и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Объявили Горбачева на даче закрыли в Крыму Создали временный комитет К нам в отдел милиции с Москвы пришла официальная телеграмма Просим поддержать ГКЧП Нас собрали в Ленинской комнате, тогда еще была Проголосовать поддержку ГКЧП Приходил наш прокурор Очень был радостный Сказал, теперь мы Будем наводить порядки Но через несколько дней, по-моему, прошло 3 дня ГКЧП арестовали Приходит опять же тот прокурор, не буду фамилии называть Потребовал санкции Потребовал выдать телеграмму Поддержку Которая пришла Ее подклеили в журнал И потребовал выдать эту телеграмму Возбудили дело Но не получилось с телеграммой У нас был помощник Он меня быстренько заживал И так и не получилось с прокурора Я потом поехал как-то после переворота Сразу в Крым Там уже цены в магазинах на 15% понизили У нас только начали на переучетную ЭКХОЛКИ закрывать Но не успели переоценить И ГКЧП закончилось В 90-е годы начало развиваться Кооперативное движение Люди создавали кооперативы Шили сами одежду Обувь Все это продавалось Но это наподобие Малого бизнеса Как сейчас Процветал страшный рэкет Коррупция На рынке рэкетеры Ходили в открытую Вымагали с предпринимателей Деньги Кто не соглашался Возили в лес Подвешивали Привязывали к соснам Были очень много случаев У нас Бывшие спортсмены Ходили занимались рэкетом Карманные кражи процветали Мы создавали даже Комсомольский оперативный отряд Ловили этих карманников Кошельки Залаживали Первопатроны Химловушки Кстати В Каховке Старый был кооператив По изготовлению Химловушек И этих первопатронов Химловушка Это такой Типа наперсточка На пружинке Когда кошелек открывался Он выстреливал Пружинка И преступник Обливался краской Которая очень Родомин Такая Розовая Которая очень сложно Было отмыть Сразу Вот так Проходилось С ними бороться Бангруппы Вырастали В Новой Каховке У нас Была одна группировка Около 30 человек Занимались Начинают краж На дачах Угоном автомобилей Разбоем Убийства были Нас создали Специально На базе Шестого отдела Следственную Оперативную группу Меня туда Послали Как оперативного Работника И заодно Экспертом Криминалистом Был Вот Всего у нас было Больше Семисот Потерпевших Только По всей области Представляете Какая-то Огромная работа Всех надо было Опросить Допросить Люди были Запуганные Некоторые Боялись Давать показания Так Это было 90-е годы Зарплаты Не было Я же говорил Что давали Разными Бытовыми Комбайны Комбайны Разные Кому Кохолки От милиции Давали Зарплату Водкой Выдавали В бандитских Разборках Погибало Много Людей Больше Чем Сейчас На войне И Расстреливались Автоматом Автоматов И Взрывали В лифтах Расстреливали Проходилось Каждую неделю Кто-то Кого-то Стрелял Захлестнула Страну Это Все Преступность Еще Коррумпирована Милиция Было Мало Очень Честных Порядочных Людей У нас Когда Занимались Этой Огруппировкой Передавали От одного Следователя До другого Попалась Одна Очень Порядочная Честный Человек Это Баба Ян Татьяна Васильевна Царствия Небесная Неподкупная Была Даже Шоколадки Она Не могла Себе Позволить Взять Кого-то И Запугали Ее Питались Подкупить Но Ничего Не Получилось Мною Из тех Кто Занимался Рэкетом Даже По Новой Кохолке Сейчас Успешные Предприниматели Депутаты Бизнес Все Теперь Стало Законным Для Начала Нужен Был Стартовый Капитал Для Бизнеса Поэтому Грабили Людей В городе Невозможно Было Пройти Сто Метров Чтобы Не Нарваться На Наркомана Сколько Их Было Много Умирали Очень Сейчас Осталось Их Очень Мало Тех Которых С 90 Годов В основном Все Меня Просили Поменьше О грустном Но Как говорили Древние И это Пройдет Я К тому Что Мы Прежили Эти 90 Это Были Страшные Года Прежем И этот Карантин Хотя Даже По Херсонской Области В 19 Году Одарипа Умерло 600 Человек По статистике И Об этом Как-то Молчали И Все Было Нормально А К чему Сейчас Вот Это Все Кипиш Многие Не Могут Понять Белая Сирень Цветет Вовсю Каштаны Зацвели По Всему Городу Цветет Сирень Такой Аромат А Мы Все В Наморниках Ходим Многим Уже Надоели Эти Наморники Люди Снимают Уже Очень Много Ходят Без Них Зацвели Ирисы Невеста Расцветает Невеста 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 Невеста